Итак, мы с вами в студии программы подробностей. В гостях у нас Виктор Сергеевич Гуров, ректор Рязанского радиоуниверситета, депутант Рязанской городской думы. Так вот, как говорится, на минуточку. Но сегодня будем по вашему основному профилю вас испытывать, Вик Сергеевич. Дело в том, что ваш университет уже долгие-долгие годы, я бы так эпохи сказал, с прошлого века, является таким центром Рязани. И с научным, и студенческим, и главным поставщиком специалистов, причем не только инженеров и прочих-прочих, а среди ваших выпускников. Да-да-да, множество там людей, от самого высокого начальства до инженеров. Градообразующие действительно, да. Ну и вот студенческая инициатива тоже у вас там бурлит, потому что радиоуниверситет, он все годы где-то, если что, то без радиоуниверситета института когда-то не обходится. Мы с вами в преддверии двух праздников. Ну, поговорим сначала о, так сказать, более значительном народном, мировом, я бы так сказал, празднике, 9 мая. У вас собственной традиции на День Победы. Вот как в этом году, 9 мая, вы, я говорю вы, имею в виду весь университет, аплодируете провести. Ну, во-первых, я хотел поблагодарить за приглашение прийти к вам в студию и за интерес к нашему вузу. Действительно, наш вуз был создан в середине прошлого века. Постановление правительства было подписано 28 декабря 1951 года. И первых студентов он принял уже 1 сентября 1952 года. И в числе первых преподавателей, которые интенсивно, так сказать, осваивали вот это новое для Рязани направление радиотехническое, были участники Великой Отечественной войны. В основном это были северофлотцы. И поэтому свыше 300 человек когда-то работали и, в общем-то, занимались становлением Радиотехнического института, были военными участниками Великой Отечественной войны. Фронтовики. Фронтовики. Военная кафедра существует в вузе практически с первых лет его работы. И поэтому военно-патриотическое воспитание, все, что связано, так сказать, с сохранением и приумножением традиций патриотического воспитания, плюс сильная такая организация ветеранская, оно все создает очень хорошие условия для сохранения памяти об участниках Великой Отечественной войны и вообще о нашей Великой Победе. Поэтому традиционно на 9 мая или в преддверии 9 мая мы обязательно отмечаем этот праздник, причем стараемся сделать единый праздник и для наших ветеранов, которых, к сожалению, остается все меньше и меньше, и вовлекаем сюда наших ребят. Вот несколько лет... Мы с поколением что-то? Обязательно, да. Да, и вот несколько лет мы этот праздник проводим накануне 9 мая, в частности, вот завтра он состоит, 6 мая, в виде смотра строевой песни, потому что у нас сохранилась и военная кафедра, и появился учебно-военный центр, который готовит офицеров-контрактников, а военные кафедры офицеров-запасы. Поэтому завтра состоится смотр строевой песни, который проведут студенты-курсанты вот нашей военной кафедры учебно-военного центра. Мы на этот праздник приглашаем ветеранов. Это все происходит в торжественной обстановке перед главным учебным корпусом. Приглашаем обязательно студентов первого и второго курса посмотреть это действие. Затем, по окончании вот этого смотра, мы все торжественным таким маршем отправляемся к памятнику Политаева. Он как бы находится неподалеку в районе нашего студенческого городка, и поэтому далее там происходит небольшой митинг, когда опять же студенты-курсанты военной кафедры учебно-военного центра, ветераны, школа наша, так сказать, подшефная 44-я школа, пара детских садиков принимает участие, приглашенные. Небольшой митинг, возложение цветов к памятнику Политаева. Ну и вот, собственно говоря, такие торжественные мероприятия у нас заканчиваются. Но не заканчиваются для ветеранов у нас, для каждого ветерана, и не только участника, а именно ветерана. Мы вдов не забываем участников войны. Там поздравления, небольшие подарочки. Поддержка. Да, этим занимается уже, собственно говоря, ветеранская организация, которая возглавляет бывший подполковник, сейчас старший преподаватель кафедры БЖД, Агеев Анатолий Яковлевич. Поэтому у нас очень такая работающая, вот эта вот неформально работающая организация ветеранов. Ну, отлично, что у вас такие традиции. Тем более, впервые вот от вас сегодня услышал смотр «Строй и песни». Вот впервые за долгий год. Вот, такие были традиции. Это очень красивые действия. Хорошие, да. Да, и вот студенческие, университетские, ну, с вашего позволения, мы завтра приедем. С удовольствием. Покажем зрителям, как это все происходит, даст Бог. Ну, последний маленький вопрос. Погода испортилась. У вас при любой погоде состоится? Да, у нас состоится это при любой погоде. У нас это мероприятие, оно не очень затянуто по времени. Примерно 30-40 минут смотра строевой песни, да, совершенно верно. И где-то в районе 30-40 минут митинг у памятника Политаева. А во сколько вы планируете вдруг то из... Значит, смотра строевой песни начнется у нас в 10 часов перед главным учебным корпусом по адресу Гагарин 59 дропе 1. Ну, а памятник Политаева это 11 часов утра. Перетекает. Да, перетекает, да, совершенно верно. Ну, что ж, вот мы с главным праздником вроде бы разобрались. Великим. Великим праздником, да. А теперь о празднике особом. День радио, который для Рязани это действительно особый праздник, поскольку он знаменуется чем мощным собранием выпускников прошлых лет, поза-поза-поза прошлых лет очень много у вас. Вот эта вот массовка очень живописная около университета, ну, праздники, что же. Не обойтись без этого. Вот как он будет проходить в этом году? Официальные части, может быть, неофициальные части. То же самое праздник. Первый праздник состоялся на следующий год после выпуска первых студентов. То есть в 1957 году студенты, первые выпускники приняли решение, что ежегодно они будут в день 7 мая встречаться у стен родного вуза. А я напомню, что день радио официально начал праздноваться в честь 50-летия первой радиопередачи в мае 45-го года. И вот с 1958 года ежегодно студенты, выпускники, прежде всего, выпускники собирают у стен родного вуза. Это никем и ничем не регулируемый регламент. Это просто, да, именно народное появление желания выпускника прийти в родной вуз. Поэтому этот год будет точно такой же. Как правило, собирается несколько тысяч выпускников всех возрастов. Очень приятно, что приезжают ребята не только, так сказать, из России или близлежащих городов, но и из ближнего и даже дальнего зарубежья. Это международный праздник у вас. Ну, по существу, да. Есть и из Европы, и из Америки, и из Канады приезжают выпускники нашего вуза. Поэтому все будет как всегда. А с точки зрения университета, день радио у нас около 10 лет назад объявлен днем университета. И поэтому у нас 7-го числа проходит торжественное заседание ученого совета, где подводятся не столько итоги его работы университета, сколько чествования победителей всех видов соревнований вручаются государственные, отраслевые награды, награды губернатора Рязанской области, областной думы, городской думы, городадминистрации, плюс победитель нашего внутреннего рейтинга. Зачитываются праздничные приказы. Ну и поскольку это заседание открытое, если кто-то приходит из-за выпускников, конечно, мы им представляем слово уже так вот обратиться к своим преподавателям с неким приветствием. То есть в этот день и даже власть в вашем ритме живет. Ну, приятно, что во властных структурах очень много выпускников радиоуниверситета. И, кстати сказать, я, пользуясь случаем, хотел бы поздравить и всех выпускников радиоуниверситета, института, академии с этим замечательным праздником. И всех работников вот этой сферы, сферы связи, радиосвязи, телекоммуникационных всяких систем с этим замечательным профессиональным праздником. Виктор Сергеевич, большое вам спасибо. Я напомню, у нас в гостях был Виктор Сергеевич Гуров, ректор Рязанского радиоуниверситета, депутат Рязанской городской думы. Вы смотрели информационный программ телекомпании «Город. Подробности». Всего доброго, до встречи.